А обстановка на Украине уже такова, что даже назначенный Киевом губернатор Одессы Саакашвили обвиняет лично премьера Яценюка в ущербе госпредприятиям страны в 100 миллиардов гривен. Это почти 4,5 миллиарда долларов. Якобы премьер играет на стороне олигархов, под лозунгами борьбы с которыми сам пришел к власти. Яценюк называет Саакашвили лжецом, и это может спровоцировать новый политический кризис в Киеве, ведь бывший грузинский президент – человек действующего украинского президента Порошенко. Моя коллега Юлия Ольховская сейчас работает в Киеве и попыталась разобраться, почему новый политический сезон принес Украине еще большую смуту. Когда разверенная толпа избивала у стен украинского парламента сотрудников правоохранительных органов, многие в Киеве вспомнили, что точно так же полтора года назад начинался Майдан. Правда, теперь те, кто раньше был по одну сторону баррикад, называют друг друга предателями и врагами. Среди арестованных судом 18 участников беспорядков – члены партии «Свобода». Время Майдана объявлены новой властью героями революции, а теперь ставшие подозреваемыми в организации теракта. Полторы сотни человек ранены, трое солдат погибли. Одного из них, как заявил министр здравоохранения Квитошвили, не смогли спасти, потому что в больнице не было препарата для остановки кровотечения. На Майдане и после Майдана немного говорили о том, что теперь будет новая Украина, теперь будет все по-новому, а они будут жить теперь по-новому и так далее. Но на самом деле мы видим ту же самую бесконечную интриганскую политику, которая была свойственна для постсоветской Украины с постоянной продажей и отсутствием каких-либо принципов. Только теперь эта политика помножена на насилие. Причем насилие вооруженное и обильно орошается кровью. Все украинские аналитические издания в эти дни выходят с похожими заголовками. Кровавое голосование, кровавая конституция. Несмотря на то, что поправки в основной закон Украины сугубо рамочные, риторику Киева быстро подхватили в Вашингтоне. В сюжете американской СНН, не вдаваясь в подробности, утверждает, что столкновения между протестующими начались после того, как парламент поддержал документ, предоставляющий провозглашенным республикам автономию. Уличные бои начали украинские националисты, протестующие против парламента, который только что одобрил предоставление автономии восточным регионам. Либо американский журналист не читал текст поправок, либо сознательно перевернул факты, потому что, во-первых, изменения еще не приняты. Депутаты за них проголосовали только в первом чтении. А во-вторых, никакой особый статус, и уж тем более автономию Донбассу документ не гарантирует. Ни одного слова про особый статус нет в Конституции Украины. Вы можете проверить каждое мое слово. Дьявол, как известно, в деталях. От них, по сути, зависит и дальнейшая судьба Минских соглашений. Закон об особом статусе принят, но заработает только после местных выборов по украинскому закону, который Киев в провозглашенных республиках проводить не хочет. Однако зарубежную прессу детали эти не интересуют. Зритель должен усвоить главное, что президент пытается менять Конституцию в тяжелых условиях. И что виновата во всем происходящем на Украине Россия. Позже в эфире уже британского канала Sky News Порошенко обвинил в войне под Радой Россию, которая, согласно проекту новой украинской военной доктрины, для Киева теперь официальный противник. Возможно, сейчас это самая тяжелая работа, и быть президентом Украины сегодня сложнее, чем главой какой-либо другой страны. Это правда не просто быть лидером государства, которое подверглось агрессии со стороны Российской Федерации. Но я горд быть лидером украинской нации. Рука Москвы Киеву сейчас мерещится, кажется, во всем. При этом политиков совсем не смущает, что их заявления противоречат друг другу. Одни уверяют, что поправки в украинскую Конституцию на самом деле писали российские агенты. Другие, что они же устроили протест под Радой против этой Конституции. Третьи оказались еще более изобретательными, заявив, что российскими агентами являются члены партии «Свобода». Националистам такие обвинения обиделись. Про меня, украинского националиста, говорят, что я представитель партии, который является рукой Москвы. Что же получается? Партия «Свобода» была рукой Москвы, когда мы сбрасывали Януковича? Те, кто так считает, на самом деле обанкротившиеся политики, которые не имеют других аргументов, чтобы оправдать собственную измену. Сейчас и президент ищет крайнего. Они использовали свободу для захвата власти. Сегодня говорят о том, что свобода контролируется и финансируется Кремлем. Для чего это необходимо? Для того, чтобы попытаться расправиться с этой радикальной силой, которая уже требует смещения самого Порошенко. Эту версию подхватывает и британская «Гардиан», предполагая, что свалив вину на Россию и радикалов, Киев тем самым просто пытается снять с себя ответственность. Президент Порошенко обвинил Кремль в продолжении кампании по дестабилизации, несмотря на явные признаки того, что столкновение с полицией устроили сторонники ультраправых сил. Именно нынешнее правительство несет большую ответственность за продолжение конфликта, чем ультраправые силы и их вооруженные группировки. Именно нынешнее правительство ответственно за новые репрессии, цензуру и дискриминацию. По мнению экспертов, вряд ли политические заказчики драмы у стен парламента планировали, что все закончится гибелью людей. Разгоряченную толпу, подстрекаемую провокаторами, остановить сложно. И уж тем более, вряд ли истинной причиной протеста были поправки в Конституции, не согласованные с Донецком и Луганском, не гарантирующие провозглашенным республикам ничего, но тем не менее отправленные на голосование в парламент. С какой целью на этой неделе в интервью «Голосу Америки» весьма доходчиво объяснил бывший посол США на Украине Стивен Пайпер. Очень важно, чтобы Украина выглядела стороной, которая делает все, что может для имплементации минских договоренностей. Потому что в конце года, когда люди спросят, почему Мин-2 провалился, Киев должен будет переложить всю вину на русских и сепаратистов. Я с ним встречался, знаком лично. Я его всегда считал, в общем-то, дипломатом. Но в данном случае это не дипломат, это наместник, который четко выдал директиву киевскому режиму. То есть сделать вид, что мы хотим выполнять минские соглашения. Вид делать, но провалить эти минские соглашения. Вот директив американского посла, и так это все и происходит. Вину за бойню под Радой министр МВД Аваков сразу возложил лично на руководителя националистов Олега Тегнебока. На видео, снятом очевидцами, Тегнебок оставляет нацбородейцев и пытается прорвать оцепление. А его соратница, скандально известная Ирина Фарион, которая раньше призывала уничтожить Москву, избивает милиционеров палкой. Несмотря на наличие этих видеодоказательств, Тегнебок, в отличие от других участников беспорядков, до сих пор не задержан. Каждый день раздают интервью местным СМИ, заявляют, что будет судиться с Аваковым и обвиняют в провокации под Радой власть. Наступает некоторый действительно такой момент истины, что ли, для украинского режима. Потому что если американцы активно поддержат Порошенко, то мы увидим развращивание сценария фактически установления диктатуры в Украине. И это, в принципе, единственный способ, в котором она может существовать в сегодняшнем виде. Если поддержка будет недостаточной или эффективной, то вероятность существует и того, что мы увидим хаотизацию и дальнейший распад. Да, вот по сценарию того, что происходит на Ближнем Востоке, в Ливии, когда полностью разрушается государственность, это превращается в зону большого кровавого конфликта. В конце недели в правоохранительных органах озвучили список оружия, которое протестующие принесли к Раде. Дубинки, взрывпакеты, газ, какое именно устанавливает следствие, светошумовые гранаты и одну боевую. Вообще-то, гранату в милицию бросал милиционер. То есть, он же находился на службе в батальоне МВД. Пусть в отпуске, но все равно он на службе. И, по большому счету, Аваков должен нести сам ответственность за то, что его подчиненные в его же подчиненных бросают гранаты. То, что 21-летний Игорь Гуменюк, а следователь утверждает, что боевую гранату бросил именно он, действительно служит в спецбатальоне МВД «Сич», местным журналистам сразу после беспорядков подтвердил командир этого батальона. Он действительно служит в батальоне «Сич» и сейчас в отпуске. Это все, что я могу сказать. Однако, через несколько часов в МВД слова командира опровергли. По версии милиции, подозреваемый в теракте уже уволился. Сам он на допросах свою вину не признает. Известно, что Гуменюк планировал продолжить службу в вооруженных силах Украины. Зачем же тогда он пошел на преступление против солдат? Никто объяснить не может. Кто-то из украинских журналистов выложил в интернет короткое интервью с одним из боевиков запрещенного в России права сектора. В комментарии к видео подчеркивается, что разговор записан рядом с Верховной Радой в самом начале митинга, до того, как в нацгвардейцев полетели взрыв пакеты и гранаты. Посмотрите на этот цирк. Хлопцы в театральной постановке потолкались, сцену не трогают, на камеру толкаются. Это не уровень правого сектора. Наверное, будем делать какаум Бандеры. Взрывать на местах. Слава Украине! При этом в МВД уже заявили, что правый сектор в беспорядках у Верховной Рады участия не принимал. Правый сектор – это очень тесно аффилированная с рядом международных политических игроков структура. Это определенная болевая точка. Недавно правый сектор снял музыкальный видеоролик, весьма оскорбительный и направленный в адрес президента Украины Порошенко. Это своеобразное предупреждение. Послушай, Петя, нам все это надоело. Наобещал теперь, давай, бери за дело. Бо мы готовы спрашивать, как с гада. Нам тоже хочется бабла из шоколада. С осуждением беспорядков у Рады дружно выступили Генсек, ООН, ОБСЕ, Евросоюз, БУСДЕП. Суть всех заявлений – протесты в демократическом государстве должны быть исключительно мирными. При этом почему-то полтора года назад, когда отнюдь немирные протестующие сбивали сотрудников Беркута и закидывали их бутылками с зажигательной смесью, Запад рекомендовал ни при каких обстоятельствах не применять силу против митингующих, которых тогда никто не осуждал. Остается ряд вопросов, на которые пока нет ответов. В правоохранительных органах утверждают, что заранее знали о готовящихся в день голосования за поправки в Конституции и провокациях у парламента. Почему тогда служба безопасности Украины и милиция допустили сюда митингующих со взрывпакетами, оружием и гранатами? О том, что акция протеста не должна была быть рядовой, говорит и тот факт, что в понедельник над Верховной Радой летали дроны, осуществляющие съемку с воздуха. Судя по всему, кому-то важно было обеспечить хорошую картинку беспорядков. Непонятно, и был ли митинг действительно отчасти проплаченным, как утверждают журналисты украинского пятого канала. Его, как известно, контролирует президент, а в сюжете деньги раздают людям в футболках с логотипом партии «Укроп», который финансирует поссорившийся с Порошенко олигарх Игорь Коломойский. На этом же пятом канале губернатор Одесской области Саакашвили позже обвинил премьера Яценюка в том, что его правительство принимает решение в пользу Коломойского. По мнению экспертов, бывший губернатор Днепропетровской области планирует вернуться в украинскую политику после местных выборов. И сейчас активно ищет союзников. Радикальная партия Лешко уже объявила, что уходит в оппозицию к власти. За Лешком мы сами должны понимать, кто стоит. За Лешком в данном случае стоит Игорь Валерьевич Коломойский. Это есть попытка Лешка разыграть оппозиционную карту первым. Сказать, что они власть, она несет все ответственное за все, что происходит в стране. Падение жизненного уровня, обнищание населения. А я оппозиция, мы в оппозиции. Голосуйте за нас. Мы вам сделаем лучше, чем действующая власть. Теперь на депутатов-радикалов в блоке Порошенко смотрят как на предателей, намеренно разваливающих с таким трудом созданную коалицию. Словесная перепалка в эфире одной из местных телекомпаний закончилась кулачным боем. Один депутат сломал другому ребро, после чего председатель президентской фракции Юрий Луценко заявил, что рассорившийся украинский парламент сейчас, как мумия в макзолее, абсолютно не жизнеспособен.